Здравствуйте, друзья! Наверное, каждый из нас в жизни хотя бы раз сталкивался с зубной болью. Как вы знаете, зубная боль способна выбить из жизненного ритма любого человека. Ведь она считается одной из самых мучительных и невыносимых. Когда у человека появляется острая зубная боль, его перестают интересовать все дела, не говоря уже о развлечениях. Наиболее надежным способом успокоить зубную боль является поход к стоматологу. Но что делать, если проблема появляется ночью или в праздники какие-то? В таком случае будут уместны разные обезболивающие средства или народные способы, помогающие избавиться полностью или заметно уменьшить зубную боль. Для начала необходимо прополоскать рот и почистить зубы с обязательным использованием зубной нити. В некоторых случаях такой простой процедуры достаточно, чтобы успокоить боль, вызванную застрявшими в зубах остатками пищи. Если это не даст положительного эффекта, тогда может помочь таблетка анальгетика или тампон, смоченный в лекарстве. Кроме этого, успокоить острую боль можно посредством разных народных методов. Для этого используют определенные травяные отвары, соки, соль, сало и тому подобные. Конечно, полностью избавиться от мучительной боли вряд ли удастся, но снизить болевой порог все же получится. Зубная боль появляется вследствие воспалительных процессов. Именно поэтому регулярное полоскание соляным или содовым раствором позволяет ее снизить. От боли в зубе необходимо принимать противовоспалительные препараты, такие как парацетамол, солодеин или растворимый аспирин. Нельзя класть часть таблетки аспирина на сам зуб, поскольку это приведет к ожогу десны и боль станет еще сильнее. Эффективны также лекарства, сочетающие в себе обезболивающие и противовоспалительные механизмы. Это ибупрофен, ксифокам. Также помните, что данные препараты нельзя использовать во время беременности и лактации. При употреблении любых лекарств следует соблюдать дозировку, описанную в инструкции. Важно, что анальгин и аспирин хорошо сочетаются между собой, поэтому можно не бояться применять их вместе. В том случае, если успокоить зубную боль не удается на протяжении долгого времени, будут уместны препараты спазмолитического типа, такие как НОШПА или Дротавирин. Мощные болеутоляющие лекарства, вроде кетанова, найза или актосулида, могут устранить даже самую сильную боль. Можно также полоскать. Изначально потребуется прополоскать рот теплой водой, чтобы избавиться от остатков еды. Затем нужно приготовить содовый или соляной раствор, 1 чайная ложка на стакан воды. Он поможет снять воспаление и успокоит боль. Ни в коем случае нельзя выполнять горячее полоскание, потому что это только обострит проблему. Еще в некоторых случаях эффективно рассасывать кусочки льда, так как холод предотвращает развитие отека десны. Неплохо действует полоскание на основе фурацелина или перманганатокалия. Сегодня в аптеках можно приобрести уже готовые лекарства, понижающие отечность, среди которых мирамистин, стоматофит и хлоргексидин. Флаконы с распылителем прекрасно обрабатывают больное место, благодаря чему удается снизить боль и остановить воспалительные процессы. Также для полоскания часто прибегают к травяным настойкам, в числе которых фитолюкс. Популярным народным средством пользуются и спиртовые полоскания. Для этого достаточно какое-то время поддержать спирт во рту, который вскоре вызовет онемение и тем самым утолит боль. Интересно, что массажируя определенные части тела, можно уменьшить зубную боль. Например, полость рта взаимосвязана с нашими ушами. Массажировать ушную раковину на стороне больного зуба следует плавно и аккуратно, продвигаясь сверху вниз. Такие действия нейтрализируют нервные окончания десен, чем вызовут отвлекающий и успокаивающий эффект. Успокоить боль также поможет массаж точки, расположенной между большими указательными пальцами руки, на противоположной стороне от больного зуба. Массировать эту зону надо кусочком льда, выполняя импульсные движения. Оказывается, нервные сигналы в этом месте проходят там же, где и зубные, вследствие чего уже через 5 минут вы сможете почувствовать заметное облегчение. Кусочком льда рекомендуется аккуратно массировать и больную десну, чтобы остановить отечность. Далее мы рассмотрим одни из самых популярных народных средств для устранения зубной боли. Залить щепотку шалфея стаканом кипятка, дождавшись пока отвар остынет, начать полоскание ротовой полости. Можно положить лист валерианы между щекой и зубами, держать пока не станет легче. Также лист валерианы или конского щавеля разжевать, после чего подержать на зубе около 30 минут. Можно смоченную водиколонию вату вложить в ухо на больной стороне и прилить на 1 час. Также вы можете положить корень подорожника, где с ней держать пока не наступит облегчение. Можно еще кусочек сала поместить между щекой и больным зубом и подождать пока боль утихнет. Следующий рецепт, перемешать в равных частях нашатырь и лимонный сок, после чего смочить в этом растворе тампон и приложить его к больному месту. Подержать где-то минут 15-20. Можно еще раз стереть корень хрена и затем втереть его в воспаленную десну. Также можно настоять 2 щепотки листьев мелисы в 1 литре кипятка и дождавшись пока отвар остынет, прополоскать им ротовую полость. Затем нужно выпить 1 стакан настойки. Можно обработать тампон в пихтовом масле и оставить его на больном зубе минут на 15-20. Можно также сделать гвоздичный настой. В гвоздике содержится эфгенол, который способствует обезболиванию и заживлению ран. Подобная настойка обладает противовоспалительными и спазмолитическими действиями. Чтобы успокоить зубную боль, нужно втереть немного данного средства в десну, затем смочить в нее тампон и разместить ее на больном месте. В некоторых случаях можно капнуть настой прямо в полость зуба. Эфирное масло на основе мяты обладает охлаждающим эффектом, а также останавливает воспаление десен и нейтрализирует зубной нерв. Гвоздичные, ромашковые и шалфейные масла также помогут вам унять ноющую боль. Прикладывая к больным местам тампоны, смоченные в таких маслах, вы не только успокоите боль, но и снизите угрозу удаления зуба. Можно попробовать побороть зубную боль с помощью прополиса. Прополис обладает противовоспалительным, противомикробным и болеутоляющими действиями. Это натуральное средство, вырабатываемое пчелами, поможет вам быстро устранить проблему. Приложив его к зубу, вы почувствуете онемение, после чего боль начнет постепенно идти на убыль. Сегодня также в аптеках продаются препараты на основе прополиса, такие как пропасол и гель асепта. Их используют для устранения воспалений и болей в ротовой полости. Также будет эффективно разжевать четвертую часть чесночной дольки с черным хлебом. Потом нужно подержать эту кашицу на больном месте в течение 10-15 минут. Необходимо быть аккуратным в данном случае, поскольку если вы передержите чеснок во рту, то он может обжечь десна. Вот и все друзья, я привел такие основные народные методы, которые смогут вам оперативно предотвратить зубную боль, если у вас нет возможности попасть к стоматологу. Все друзья, если информация понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok